Домашний телефон зазвонил около полудня, вспоминает Александра Ивановна, беспокоили якобы из районной поликлиники. Медсестра с тревогой в голосе сообщила, судя по последним анализам пенсионерки, у неё рак, необходима операция. Но если Александра Ивановна не готова, есть другой вариант лечения на дому. Дорогостоящая. К вам будет медсестра ездить, делать уколы. А вот 31 числа, то есть через неделю, пожалуйста, к нам. Напуганная пенсионерка согласилась на все условия. Сразу после разговора с вежливой девушкой к Александре Ивановне пришёл курьер с первой партией лекарств. Вёл себя мужчина очень уверенно. Он протянул пенсионерке товарный чек, на нём почему-то был написан диагноз, и сумма 486 тысяч рублей. Потом курьер прошёл на кухню, самовольно поставил коробку в холодильник и велел Александре Ивановне не трогать её до приезда медсестры. В этот момент пенсионерка заподозрила что-то неладное. Но деньги курьеру всё же отдала. Испугалась за свою жизнь. Потом Александра Ивановна заглянула в коробку. Она оказалась пустой. По такой же схеме аферисты обманули на 300 тысяч рублей и Валентину Степановну. Звонок раздаётся и говорит, а вы знаете, что у вас очень плохие анализы крови? У вас это, как вы, рак крови. Потом Валентине Степановне также принесли коробку. В этот раз не пустую, а слабшой быстрого приготовления. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Моресьева задержали подозреваемого. 31-летнего приезжего мужчину, выполняющего роль курьера по доставке товара потерпевшим. В отделе полиции мужчина уверял, он обыкновенный курьер, которому просто предложили подработку. Мне просто диктовался адрес. Я приезжал туда, там навстречали люк с распростёртыми руками. Позже выяснилось, была у аферистов и третья жертва, которая отдала им больше полумиллиона рублей. По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают подельников задержанного. Любовь Амичева, Сергей Никеров, Петровка, 38.